Стих семьдесят восьмой О друг мой, чистый сердцем, возвышенный духом, добрый нравом, прекрасным ликом, Мы получили твою фотографию, на которой ты предстаешь во всем великолепии своей красоты. Кожа у тебя темная, но светла душа твоя. Ты подобен зрачку, он черен, но при этом именно посредством его мы воспринимаем свет и видим окружающий бренный мир. Я никогда не забывал и не забуду тебя. Я молю Бога о том, чтобы он милостиво сделал тебя знамением своей щедрости среди людей, озарил лицо твое светом блаженства, даруемого Господом милостивым, чтобы любовь его осенила тебя в сей век, что гораздо значительнее всех прошлых эпох и веков. Стих семьдесят девятый Многоуважаемый сэр, я прочел вашу работу «Евангелие процветания» и отметил в ней весьма удачные и разумные рекомендации, направленные на то, чтобы облегчить страдания человечества. Бахаула в своем учении призывает верующих добровольно жертвовать частью своих доходов. И таковое жертвование – издеяние более возвышенное, нежели уравнивание благосостояния. Ибо уравнивание навязывается извне, а жертвование осуществляется свободно и добровольно. Человек достигает совершенства благодаря благим деяниям, которые он совершает добровольно. Добрые дела, которые он делает по принуждению, не идут ему на пользу. Жертвование – есть личный добровольный поступок. Иными словами, богатые должны помогать бедным и тратить свое состояние на нужды неимущих. Но они должны делать это добровольно, а не потому, что бедняки силой добиваются этого. Ибо насилие порождает хаос и нарушает равновесие в обществе. И напротив, добровольное пожертвование, добровольное дарение средств на общественные нужды ведет к миру и порядку в обществе. Это делает мир светлее. Это облагораживает людей. Когда я путешествовал по разным городам вашей страны, я видел, какие добрые плоды принесла ваша филантропическая деятельность в различных университетах Америки, в миротворческих организациях, в ассоциациях, радующих за просвещение. И потому я молюсь за вас, дабы всегда были с вами милость и благословение небес, и дабы вы совершили еще множество добрых дел как на востоке, так и на западе. Сияйте же подобно яркому светильнику, возгоревшемуся от огня Царствия Божия, дабы обрести славу и жизнь вечную, и яркой звездой взойти на небосклоне вечности. Стих 80. О, обративший свой взор к Богу! Письмо твое получено. Из него мы узнали, что ты хочешь помогать бедным. Есть ли более благое намерение? Дети Царствия Божия страстно желают помогать беднякам, поддерживать их, творить добро, делать жизнь обездоленных полезной. Благословен ты, что возгорелся таким желанием. Передай детям твоим слова любви и мои наилучшие пожелания. Я получил их письма, но за недостатком времени я пока не могу написать им отдельно. Передай им мои самые теплые приветствия. Стих 81. Заслуги тех, кто во время войны помогал бедным и работал в миссиях Красного Креста, признаны в Царстве Божьем, им дарована будет жизнь вечная. Передай им сию отрадную весть. Стих 82. У стойки в завете. Письмо твое получено. Ты принял большое участие в судьбе узника, да послужит это к облагу. Передай ему следующее. Обитатели мира сего заключены в темницу природы. Заключение это пожизненно. Ныне ты временно заключен в тюрьме. Не печалься же о том. Я надеюсь, что ты вырвешься из темницы природы и предстанешь в царстве жизни вечной. Денно и ночно молись Богу и проси о помиловании и прощении. Всемогущество Бога устранит всякое затруднение. Стих 83. Передай своей многоуважаемой супруге от имени Абдул-Баха приветствие Абха и скажи. Доброта по отношению к узникам, их просвещение и воспитание крайне важны. Твои труды на всем поприще помогли пробудить души иных из числа узников, и они обратили взор свой к Божественному Царствию. Сии достойные деяния угодны Богу. Исполнить же уверенности и продолжать свое дело. Передай от моего имени двум узникам из Сан-Квентин самые теплые пожелания и скажи им. В глазах людей мудрых сия темница и есть школа для воспитания и развития духа. Трудите же сердцем и душой, дабы обновить дух ваш и ум. Стих 84. О любезная служанка Господа, письмо твое получено и прочтено. Для большинства людей супружества – это узы физические, и таковой союз может быть лишь временным, ибо физическое обречено на гибель на исходе дней. Однако для людей Баха супружество должно быть союзом как телесным, так и духовным, ибо оба супруга вкусили блаженство от одного вина. Оба они очарованы одним несравненным ликом. Жизнь и побуждение обоих исполнены одного духа, оба озрены одной славой. Связь между ними есть связь духовная, а потому узы сии пребудут вечно. Суждено им также наслудиться с сильной и прочной взаимной привязанностью и в мире телесного, ибо если в основе супружества лежит и дух, и плоть, таковой союз истинен, и потому неприходящий. Если же привязанность только физическая и не более того, она, несомненно, будет лишь временной, и неумолимым концом такого союза будет отдаление. Поэтому, когда люди Баха решают сочетаться браком, этот союз должен стать истинным родством, их духовным и физическим единением, дабы он был нерасторжим на всех жизненных этапах и во всех мирах Божьих. Сие подлинное единение есть отражение любви Господа. И также, когда люди приходят к истинной вере, они обретают духовное родство и проявляют по отношению друг к другу такую доброту и чуткость, которые от иного мира. Они окрыляются от глотка божественной любви, и их союз, их связь, пребудут вечно. Те души, что забудут себя, избавятся от человеческих пороков и отрешатся от бремени и страстей человеческих, вне всякого сомнения озарятся блеском божественного единения, и все как один достигнут подлинного союза в том мире, где не властна смерть. Что касается заключения брака по закону Божию, сначала ты должен выбрать того, кто тебе по сердцу, а затем испросить согласие отца и матери. До того, как выбор сделан, родители не имеют права вмешиваться. Стих 86 Брак Бахаи – есть обязательство обеих сторон друг перед другом и взаимная душевная и сердечная привязанность. Каждый из супругов, однако, должен делать все возможное, чтобы в полной мере познать характер другого, дабы узы привязанности между ними стали вечными. Цель должна быть такова – стать любящими спутниками и товарищами, и всегда и вовеки быть заодно. Настоящий брак Бахаи заключается в достижении физической и духовной гармонии между супругами, дабы они имели возможность постоянно развивать духовное друг в друге и пребывали в радостном союзе во всех Божьих мирах. Вот что такое брак Бахаи. Стих 87 О друг наш, напоминающий нам о том, кто погиб за благословенную красоту. Недавно нас известили, что ты сочетался браком с всем лучезарным существом, и новость эта воистину порадовала сердца людей Божьих. Со смирением были вознесены молитвы к священному порогу, дабы брак Сей стал источником радости, дабы навеки оставался он союзом любящих сердец и принес плоды нетленные. От разобщения проистекают всякий ущерб и печаль, но при союзе всего сущего в творении исход всегда самый благоприятный. Соединение в пары даже самых малых частиц в всем мире бытия – из проявления милости и щедрости Господа. И чем выше ступень развития, тем важнее этот союз. Славен будь тот, кто сотворил все парами – и дары земные, и самих людей, и вещи, что не дано им познать. Коран А превыше всех прочих союзов – союз людей, особенно если осуществлен он в любви к Господу. Так явлено будет изначальное согласие, так закладывается основа духовной любви. Нет сомнения в том, что ваш брак явит дары Бога. И потому мы шлем вам поздравления, молим Бога благословить вас и просим благословенную красоту, дабы по милости его и с его помощью сей брачный пир был на радость всем и осенило его благословение небес. О мой Господи, о Господь мой, в любви к Тебе сочетались две луны сии, ставшие как одно целое в поклонении святому порогу Твоему, объединенные служением делу Твоему. Да будет брак сей, подобен всепроникающему свету бесконечной благодати Твоей. О Господь мой всемилостивый, и блеску лучей даров Твоих, о милосердный вечный даритель, дабы произросли ветви от крепкого древа сего, дабы зазеленели и расцвели они, орошаемые дождем щедрот из облаков благодати Твоей. Воистину, Ты великодушен, воистину, Ты всемогущ, воистину, Ты сострадающий, всемилостивый. Стих 88. О возлюбленные дети мои, весть о Вашем союзе достигла меня, и я преисполнился бесконечной радости и взблагодарил Господа. Слава Богу, две верные птицы нашли приют в одном гнезде. Не может взрастить достойное потомство, ибо назначение брака заключается в создании такой семьи, на которую снизойдут обильные благословения Божии, дабы все члены ее, пребывая в великой радости, словно свечи озаряли мир. Ибо мир озарен присутствием человека. Если бы не было человека, сей мир уподобился бы бесплодному древу. Храню надежду, что Вы станете, как одно древо, и, орошаемое потоком из облаков милосердия, обретете свежесть и очарование, расцветете и принесете плоды, дабы род Ваш не прерывался в веках. Пусть осенит Вас слава достославного. Стих 89. О стойке в завете. Письмо, написанное Тобой 2 мая 1919 года, получено. Возблагодари Господа за то, что Ты оставался тверд и крепок в испытаниях, неизменно устремляясь к царству Абха. Тебя не поколебали несчастья и не сломили беды. Лишь когда человек пройдет через испытание, чистое золото в нем окончательно отделится от шлака. Страдание – суть огонь испытующей, и когда человек пройдет через них, ярко высияет в нем чистое золото, скверно же сгорит и почернеет. Теперь Ты, слава Господу, закален в испытаниях и бедах, и впредь им будет не сломить Тебя. Между супругой Твоей и Тобою нет согласия, но, слава Богу, угоден Ты благословенной красоте, и Он посылает Тебе безмирную милость и благословение. И все же постарайся проявить терпение в отношении супруги Своей, и она, возможно, изменится и просветлется сердце ее. Твой вклад в дело высоко оценен и вовеки будет поминаем в Божественном Царстве, ибо послужил Он возвеличиванию Слова Божия и распространению Его благоухания. Стих девяностый О, Боже мой, Боже! Служанка Твоя взывает к Тебе, верует в Тебя, обращает лик свой к Тебе, умоляет Тебя, дабы не спасал Ты ей от божественных щедрот Твоих, приоткрыл пред нею завесу, скрывающую Твои тайны духа, и озарил ее светом божественности Твоей. О, Господь мой! Да откроются глаза супруга моего, да возрадуется сердце его, узрев свет Твоего познания, да устремится мыслью его к сиянию красоты Твоей, да взбодрится дух его, когда предстанешь Ты пред ним во всей славе своего великолепия. О, Господь мой! Откинь завесу, что перед глазами его, осыпи его щедротами Твоими бесчисла, опьяни его вином любви к Тебе, сделай его одним из ангелов Твоих, кои ногами попирают землю сию, душой же воспаряют к небесам. Сотвори его сияющей лампадой, дабы излучать ему свет мудрости Твоей среди народов Твоих. Воистину, Ты драгоценный, вечно дарующий, десница неоскудевающая. Стих девяносто первый. О, склонившаяся в молении перед Царствием Божиим, блаженна Ты, ибо красота Божественного Лика завладела Твоим сердцем, и свет духовной мудрости наполнил Его, и озарилось оно сиянием Царствия Божия. Знай же, Бог прибудет с Тобой во всякое время, защитит Тебя от превратности мира сего и сделает Тебе служанкой в Своем чудесном винограднике. Об уважаемом супруге Твоем надлежит Тебе проявлять в отношении Его величайшую чуткость, считаться с Его желаниями и быть уступчивой, дабы Он понял, что раз Ты обратилась к Царствию Божию, Твое сердечное расположение к Нему и Твоя любовь к Господу лишь приумножились, равно как возросли заботы Твои о Нем и внимание к Его нуждам. Я молю Всемогущего, да хранит Он Тебя неизменно в твердыне Своей любви, дабы источала Ты повсюду сладостные ароматы святости. Стих 92 О две души, исповедующие Господа! Бог, нет равного Ему, сотворил женщину и мужчину, дабы жили они в теснейшем дружестве и были словно одна душа. Они суть два помощника друг другу, два близких товарища, каждый из которых должен заботиться о благополучии другого. Будь это так, пройдут они по жизни сей, исполненные совершенной радости и блаженства, спокоен в душе, и снискают они божественную милость и благословение в Царстве Небесном. В противном же случае суждено им прожить свою жизнь в великой горечи, когда каждую минуту будут призывать они смерть и устыдятся они на небесах. Стремитесь же, соединившись с сердцем и душой, жить друг с другом, как голуби в гнезде, и да удостойтесь благословения в обоих мирах. Стих 93. О служительница Господа! Всякая женщина, что удостоилась стать служанкой Божией, слава своей превосходит царец земных, ибо она предана Богу, ее владычество неприходящее, тогда как имена и слава царец земных покроются пыльем забвения. Иными словами, сойдя в могилу, царицы обращаются в ничто. Служанки же Царствия Божия, напротив, наделяются владычеством, над которым не властна смена веков и поколений. Посмотри, со времен Христа до наших дней, сколь многие царицы правили всем мире и затем канули в небытие. Каждая из них была владычицей целой страны, но ныне не осталось от них следа, и имена их забыты. А вот Мария Магдалина, что была простой крестьянкой, но служила Господу, по-прежнему сияет на небослоне славы вечной. Так старайся же и впредь оставаться преданной служанкой Господа. Ты одобрительно отзываешься о съезде. Съезд сей очень важен для будущего, ибо предназначен служить Божественному Царствию в мире человечества. Он подготавливает всеобщий мир и закладывает основы единения. Он помогает людям преодолеть предубеждения религиозные, расовые, социальные, и собирает народы под сенью одноцветного шатра Божия. Так восхвали же Бога своего за то, что ты присутствовала на всем съезде и внимала словам Божественного учения. Стих 94 О служанке красоты Абха. Ваше письмо получено, и чтение его доставило радость великую. Благодарение Богу! Верующие женщины организовали собрание, кое дадут им возможность учиться делу утверждения веры, распространять сладостные ароматы учения и обсуждать вопросы об учении детей. Каждое такое собрание должно быть озарено высочайшей духовностью. В темы для обсуждения следует включать ясные и исчерпывающие доказательства того, что Солнце истины действительно взошло над миром. Далее участникам собрания надлежит уделять внимание всевозможным способам обучения и воспитания девочек. Это и преподавание им различных наук, и поощрение безупречного поведения, и наставление в правильном образе жизни, и воспитание в них доброго нрава, целомудрия, верности, упорства, силы, решительности, целеустремленности. Это и обучение их ведению домашнего хозяйства, уходу за детьми, то есть всему, что особенно важно для девушек, дабы когда эти барышни, воспитанные в твердыне совершенств и добродетелей, сами станут матерями, они могли взрастить своих детей благонравными и послушными, безупречными в своем поведении. Следует также наставлять их вопросов укрепления физического здоровья и поддержания бодрости, учить их, как уберечь детей от болезней. Если дело сия будет хорошо организовано, каждый ребенок станет несравненным цветком в райских садах славы Абхам. Стих 95. О служанке Господа. Духовное собрание, кое вы учредили всем просвещенном граде, есть благое начинание. Велики ваши успехи. Вы превзошли многих прочих, восстав на служение у святого порога и заслужили дары небесные. Отныне, воспламенившись духовным рвением, являетесь вы всея просвещенное собрание, читаете священное Писание и поминаете Господа. Возглашайте свидетельства Его и знамения. Трудитесь на благо просвещения женщин всей страны. Наставляйте девушек и детей, дабы матери с самых первых дней могли направлять чад своих, обучать их и давать всесторонние знания. Воспитывать в них добрый нрав и совершенство, вести их по пути добродетелей, предотвращать порочные наклонности и наставлять детей в духе Бахаи. Тогда эти нежные младенцы будут вскорблены знанием Бога и Его любовью, и будут они взрастать и расцветать наставляемые на пути праведности и достоинства, и обретут они решимость и мужество, и будут готовы к борьбе и преодолению трудностей. Так воспитывают они в себе настойчивость, залог успеха во всяком деле, разовьют волю к действию, обретут цельность, целомудренность и чистоту, и помыслы свои устремлят к возвышенному. Так научатся они доводить до успешного завершения любое свое начинание. Да, осознают матери, что бы ни было связано с воспитанием детей, все имеет важнейшее значение. Пусть они не жалеют трудов своих, ибо пока ветвь зелена и нежна, ее рост можно направить в нужную сторону. Потому он облежит матерям пестовать своих детей подобно тому, как садовник пестует молодую свежую поросль. Пусть денно и ночно радеют они о том, чтобы воспитать в чадах своих веру и убежденность, страх Божий, любовь к возлюбленному всех миров, а также все добродетели и совершенства. Видя, что детей ее поступают хорошо, мать должна похвалить и поощрить его, и тем порадовать его сердце. Если же проявится в нем хоть малейшая дурная наклонность, мать должна остановить ребенка и наказать его, поступая при этом разумно и соблюдая умеренность, а в иных случаях высказать ему свое неодобрение. Недопустимо, однако, бить ребенка или унижать его бранью, ибо телесные наказания и унижения портят характер ребенка. Стих 96. О служанке всемилостивого, вознесите свои хвалы предвечной красоте за то, что пробудились души ваши и собрались вы вместе, являя единство всей наисловнейший век, всею наипросвещенную эпоху. Дабы отблагодарить его за сию щедрость, пребудьте стойки и неколебимы в завете и, следуя наставлениям Божьим и священному закону, вскармливайте час своих самого младенчества молоком гармоничного всестороннего воспитания и растите их с первых дней так, чтобы в глубине их сердец, в самом нраве их, прочно заложились основы образа жизни в малом и большом соответствующего божественному учению, ибо матери это первые наставники, первые учителя, и воистину от матери зависит счастье, будущее достижение, добрый нрав, образование и образ мыслей, разумение и вера юного существа. Стих 97. Есть несколько столбов, что установлены как непоколебимые основы веры Божьей. Величайшее из них образование и использование разума во благо, полет мыслей, проникновение в загадки Вселенной и сокровенные тайны Бога Всемогущего. Потому просвещение есть непреложная обязанность каждого из друзей Господа. Сему собранию Божию надлежит проявлять всемирную заботу об образовании детей, дабы с самого младенчества наставлялись они в духе Бахаи и в законах Божьих. И, подобно порослям ладой, взрастали и расцветали, орошаемые нежным потоком назиданий и предписаний благословенной красоты. Стих 98. Не будь наставника души пребывали бы в состоянии варварства и не будь учителя дети взрастали бы невеждами. И потому во времена всего Нового Завета воспитание и обучение детей упомянуто в книге Божьей среди деяний обязательных, а не добровольных. На отца и мать возложена обязанность не жалеть трудов, воспитывая чад своих, вскармливать их молоком знания, обучать наукам и искусствам. Родители, что пренебрегают этим, будут призваны к ответу и предстанут перед суровым ликом Господа, порицающим их. Стих 99. Ты затронул вопрос о детях. С самого начала следует воспитывать детей в духе поклонения Божественному, внушать им, что они должны почитать Бога своего. Пусть любовь к Богу станет самой сущностью их, питывается с молоком матери. Стих сотый. Мое желание таково, чтобы чадо сии воспитывались в духе Бахаи, дабы не прекращалось их духовное развитие как здесь, так и в царстве, и дабы радовали они сердце твое. Скоро настанет время, когда нравы упадут окончательно. Крайне важно воспитывать детей, как Бахаи, и тогда обретут они счастье в мире сем и в мире грядущем. В противном случае уделом их будут горести и заботы, ибо в основе человеческого счастья лежит духовность. стих стих 101 от души исполненные мира. Среди божественных текстов, включенных в наисвященную книгу и в другие скрижали, есть такой, в котором говорится. Родители должны воспитывать в своих детях как добрый нрав, так и стремление к знанию. Образование следует поднять на такой уровень, чтобы не осталось ни одного неграмотного ребенка, быту девочка или мальчик. Отец, не выполняющий свой долг, да будет призван к ответу. Если же он не в состоянии его выполнить, то пусть Дом Справедливости возьмет на себя заботу об образовании детей. Недопустимо, чтобы ребенок остался необразованным. Таково одно из обязательных и непреложных требований. Нарушитель всего навлечет на себя гнев Бога Всемогущего. Стих 102 О, друзья истинные, человечество подобно детям, пришедшим в школу. Озорницы света, источники божественного откровения, суть учителя, дивные и несравненные. В школе истинной сущности они наставляют всех чад в сообразии с учением Божьим и лелеют их в луне благодати. Дабы развитием свои способности, явить прекрасные дарования и благословения Господа и обрести все человеческие совершенства, дабы преуспеть им во всех областях человеческой деятельности, внешней или внутренней, скрытой или явной, материальной или духовной, и обратить сей бренный мир в огромное зеркало, что отразит в себе мир иной, мир вечный. О, друзья Господа, ныне, в сию наисловнейшую эпоху, солнце истины достигло зенита весеннего равноденствия и осеняя своими лучами все страны и земли. Оно порождает великий трепет и волнение всего сущего, приводит в движение весь мир, вызывает всеобщий рост и развитие, разливает повсюду осклюпительный свет. Вскоре обильным дождем прольются облака благодати, а поля и равнины покроются богатым ковром благоуханных трав и цветов, и сия бренная земля обратится в царство славы Абха, и сей низменный мир отразит мир высший. Тогда сия крупица праха уподобится безграничной сфере небесной, сие обиталище человека чертогом Божьим, и сей комок глины станет зорницей бесконечных милостей Господа Бога. А потому, о возлюбленные Господа, трудитесь, дабы влиться вам в сей движущийся поток и обрести благословение сие, дабы стать вместилищем милостей Божьих, зорницами света Его единства, явителями даров и благ жизни новой. Будьте всем краю пионерами на стезе совершенств человеческих, развивайте науки, будьте неутомимы и деятельны на поприще изобретательства и искусств, радейте о том, чтобы улучшались нравы, возвысьтесь над миром в чистоте и праведности, с младенческих лет вскармливайте чад своих молоком божественной благодати, воспитывайте их в колыбели совершенств, приобщайте их щедрот небесных, распахните перед ними врата всякого полезного знания, пусть обучаются они всякому новому, редкому и дивному ремеслу и искусству, приучайте их воспитаниях, воспитывайте их так, дабы посвятили они жизнь свою делу истинной важности и выбрали ту сферу деятельности, где смогут послужить на благо человечества. Стих 103 Образование и воспитание детей названо среди наиболее достойных деяний человеческих и осеняет их милость и благоволение Всевышнего, ибо воспитание незаменимая основа человеческого совершенства, поскольку оно открывает путь к вершинам неприходящей славы. Если наставлять ребенка с раннего детства, то благодаря любви и заботе небесного садовника напитается он кристально чистых вод духа и знания, подобно молодому дереву, что взрастает вблизи журчащих потоков. Воистину озарят его яркие лучи солнца истины, и животворимый их светом и теплом расцветет он в саду жизни во всей своей свежести и красе. Посему надлежит наставнику быть еще и лекарем и в процессе обучения ребенка исправлять его несовершенства. Наряду с обучением должно развивать в ребенке его духовную природу. Да будет учитель врачевателем детского характера, так поможет он излечить духовные недуги сынов человеческих. Если не жалеть сил для выполнения всей важнейшей задачи, мир человеческий украсится новыми совершенствами и воссияет ярчайшим светом. Тогда сия мрачная долина станет долиной лучезарной и сия земная обитель превратится в обитель небесную. Демоны станут ангелами, а волки пастырями стада. И дикие собаки будут вместе с газелями пастись на равнинах единства. И алчущие звери прибудут среди мирных стад и хищные птицы с острыми как лезвия когтями среди певчих пташек, издающих сладостные трели. Ибо внутренняя сущность человека являет собой границу между светом и тьмой, пространство, где встречаются два моря. Она есть низшая точка на дуге нисхождения и потому способная двигаться в направлении ступеней более высоких. Образование может поднять ее на высшую ступень совершенства. Без образования она прибудет на низшей ступени несовершенства. В каждом ребенке заложена и светоч мира, и тьма мира. И потому образование заслуживает особого внимания. Денчество дитя должно взрастать в лоне божественной любви и питаться из родника божественного знания, дабы стать ему источником света и развиться духовно, дабы постигнуть премудрости и науки и обрести добродетели сонма ангелов. Поскольку на вас возложена сия святая обязанность, надлежит вам напрячь все силы, дабы слава этой школы высияла во всем мире, дабы стала она местом прославления Слова Божия. Стих 104. У возлюбленной Господа и служанки Всемилостивого. Некоторые ученые считают, что различия в умственном развитии и способности людей к восприятию есть вследствие различия воспитания, образования и культуры. Иначе говоря, эти ученые полагают, что исходно умственные способности всех людей одинаковы, но разный уровень образования и разное воспитание приводят к неодинаковому развитию умственных способностей и интеллекта. Они утверждают, что различия эти не присущи людям изначально, но являются результатом воспитания, что врожденного превосходства не существует. Явители Бога подтверждают, что воспитание оказывает существенное влияние на человека. Однако, говорят они, различия в уровне умственных способностей являются врожденными, это очевидно и не подлежит сомнению. Мы видим, что дети одного возраста, одного происхождения из одной страны, даже из одной семьи, воспитываемые одним наставником, все же отличаются друг от друга по уровню способностей, знаний и умственного развития. Один схватывает все на лету, у другого усвоение идет медленно, а третий отстает от всех остальных. Ибо поскольку не полируя ракушку, она не станет сияющей жемчужиной. Простой булыжник не превратить в самоцвет, сверкание которого наполнило бы мир светом. При самом заботливом уходе дерево горечи не обратится в древо благословенное. Я хочу сказать, что воспитание не может изменить внутреннюю сущность человека, однако оно оказывает на него значительное влияние и помогает развить заложенные в нем таланты и способности. Зерно пшеницы при хорошем уходе земледельца принесет добрый урожай, и семя благодаря трудам садовника вырастет в раскидистое дерево. Любовь и забота учителя помогают ученикам начальной школы добиваться значительных успехов. Трудами учителя ребенок самых заурядных способностей может достичь высот. Отсюда ясно, что хотя по самой природе своей умственные способности людей разнятся и предопределяют неодинаковые возможности, образование все же очень важно, ибо оказывает мощное влияние на их развитие. Стих 105 По поводу различий между ныне господствующей материальной цивилизацией и цивилизацией божественной, коей явится одним из тех благ, что будут дарованы миру домом справедливости, скажем следующее. Материальная цивилизация с помощью карательных мер и законов старается удержать людей от совершения преступных деяний. Число подобных законов, как вы знаете, год от года множится. Однако не существует законов, предусматривающих вознаграждение человека. Во всех крупных городах Европы и Америки построены огромных размеров здания, в которых отбывают наказание преступники. В условиях божественной цивилизации каждый член общества будет получать такое воспитание, что никто, за редким исключением, не станет совершать преступление. Велика разница между пресечением преступлений, осуществляемым с помощью мирно-силия и возмездия, и воспитанием, просвещением и развитием духовности людей, что приводит к тому, что человек будет воздерживаться от всякого преступного деяния, отнюдь не из страха наказания или возмездия. В самом преступлении люди станут усматривать величайший позор и тяжелейшее наказание. Они будут устремляться по пути человеческих совершенств, посвящать свою жизнь тому, что несет миру свет, развивать те качества, кое достойны похвалы при священном пороге Господа. Уразумейте же, сколь велико различие между материальной цивилизацией и цивилизацией божественной. Материальная цивилизация пытается силой и угрозой наказания удержать людей от зла, от дурных поступков и преступлений. В условиях божественной цивилизации человек достигает такой ступени развития, что безо всякой угрозы, возмездия он отвращается от зла, усматривает в самом преступлении суровейшее наказание, добровольно и радостно устремляется по пути добродетеля и совершенствования, дабы содействовать продвижению человечества и нести свет миру. Стих 106 Среди самых славных видов служения всемогущему Богу названы воспитания и обучения детей этой нежной поросли в райском саду Абха. Служение это направлено на то, чтобы дети, милосердием Божиим, наставленные на путь спасения, росли и развивались подобно жемчужинам, божественной щедрости в раковине знания и стали в будущем драгоценным украшением короны неприходящей славы. Нелегко нести это служение, еще труднее преуспеть в нем. Я надеюсь, что вы принесете пользу, служа на всем важнейшем поприще и пожнете добрые плоды, ибо станете знамением всеобъемлющей милости Господней и дети сии, взрастая в луне божественного учения, достигнут таких высот, что уподобятся благоуханному дуновению, вещему над садами всеславного, и разнесут сии благоухание по всему миру. Стих 108 Следует считать наиважнейшим вопрос о воспитании в детях хорошего характера. Долг каждого родителя неустанно наставлять своих детей, дабы направить их по пути, что ведет к славе неприходящей. С самых первых дней занятий в школе учите детей хорошей речи, дабы и в свободное время они говорили над темы полезные и достойные и выражали свои мысли ясно и свободно. Стих 109 О заслужившее благоволение Господа! В сию новую дивную эпоху преподавание наук и искусств является основой основ. В Священном Писании четко сказано, что следует обучать ребенка ремеслам и искусствам в той мере, в коей это диктуется необходимостью. А потому в каждом городе и селе должны быть устроены школы, и каждый ребенок, живущий там, должен получить должное образование. Знайте воистину человека, посвятившего себя делу всему, осенит благословение небесного порога, и будет он восславлен чертога Всевышнего. Поскольку вы трудитесь, не жалея сил, во имя этой наиважнейшей цели, я надеюсь, что Господь ясных знамений воздаст вам, и благоволение небес будут с вами. Стих 110 Что касается организации школ. По возможности дети должны носить форму, хотя материя, из которой она сшита, может быть различной. Предпочтительнее, чтобы и материя была одинаковой, если же это невозможно, то допустимы первое. Чем опрятнее ученики, тем лучше, ибо они должны выглядеть безупречно. Желательно, чтобы школа располагалась в таком месте, где воздух чист и свеж. Детей следует приучать к величайшей вежливости, воспитывать в них культуру поведения. Нужно постоянно поощрять в них стремление обрести самые высокие человеческие совершенства, дабы с ранних лет учились они ставить перед собой возвышенные цели и вели себя с достоинством, дабы отличали их чистота, целомудрие и незапятнанность, дабы проявляли они решимость и настойчивость во всяком своем начинании. Пусть они упорно продвигаются к своим целям, не размениваясь на мелочи и при любых обстоятельствах действуют решительно и бесстрашно. Воспитание в детях нравственности и формирование хорошего характера гораздо важнее книжного знания. Опрятный, приветливый, отличающийся добрым нравом и хорошими манерами ребенок, даже если он неграмотен, лучше, чем ребенок грубый, неряшливый и невоспитанный, пусть и обладающий познаниями в науках и искусствах. Объяснение этому то, что ребенок хорошо воспитанный, пусть даже и необразованный, принесет людям пользу, тогда как от дурного, непослушного ребенка, какими бы познаниями он ни обладал, людям только вред и зло. Если же дать ребенку знания и воспитать в нем благородные качества души, тогда он будет сияющим светом. Дети подобны свежему зеленому ростку, они тянутся в ту сторону, куда вы их направляете. Радейте же всемирно, дабы заложить в них устремленность к возвышенным идеалам, и тогда, повзрослев, они станут светочем мира, и не впадут они в грех похоти и страсти, и не будут вести себя, подобно беспечным и неразумным зверям, но, напротив, в сердце своем будут взыскать неприходящие славы и стремиться к высочайшему человеческому благородству. Стих 111. Источник дурных поступков в невежестве, и посему мы должны держаться за инструменты восприятия и знания. Хороший характер нужно воспитывать. Свет должен проникнуть в самые отдаленные уголки, дабы каждый, вступивший в сию школу человечества, мог обрести небесные качества духа и проникнуться убеждением, что нет более мрачного ада, более страшной и огнедышащей пропасти, чем обладание дурным и непостоянным нравом, и что хуже самой темной тюремной ямы и самой изощренной пытки проявления такого характера, который заслуживает осуждения. В процессе воспитания человек должен быть поднят на такую высоту, что он скорее даст перерезать себе горло, чем солжет, и предпочтет быть пронзенным копьем, чем изречет клевету или даст волю гневу. Так воспламеняются в человеке чувства достоинства и гордости и сгорят до отла восходы похотливых желаний. Каждый из возлюбленных Господа воссияет подобно яркой луне в полноте духовных качеств, и связь каждого со Святым Престолом Господним будет не иллюзорной, но реальной и прочной, подобно фундаменту здания, а не украшению на фасаде. А потому школа для детей должна быть местом строжайшей дисциплины и порядка. Обучение должно вестись продуманно, дабы способствовать улучшению и совершенствованию характера. Тогда с раннего возраста в самую суть ребенка будет заложено божественное основание и начнет возводиться здание святости. Знаете, что обучение детей, формирование и совершенствование их характера, воспитание в них добрых чувств и забота об их развитии – дело необычайной важности, ибо такова одна из первых заповедей Господних. Трудно добиться того, чтобы человек, достигший зрелости, изменил свой характер. Опыт показывает, как бы ни старались мы сгладить ту или иную черту в характере взрослого человека, мы ничего не достигнем. Может быть, сегодня что-то в нем изменится к лучшему, но пройдет несколько дней, и все вернется на круги своя, и он вновь возвратится к своим привычкам и обычаям. Поэтому именно в раннем детстве нужно закладывать прочное основание. Пока ветвь зелена и нежна, ее легко выправить. Смысл сказанного в том, что свойства духа как раз и являют собой сие божественное основание, и именно они украшают истинную сущность человека. Знание же является залогом продвижения человечества вперед. Возлюбленным Господа надлежит родить об этом, преданно и вдохновенно служа делу всему. Стих 112. В рамках всего святого дела вопрос о воспитании сирот имеет очень важное значение. В судьбе сироты следует принимать самое живое участие. Их необходимо учить, наставлять и воспитывать. Несомненно, им нужно дать самые глубокие познания в учении бахаулы. Я молю Бога, да будешь ты добрым родительством для детей сирот, и даже виждуши их благоуханием Духа Святого. Дабы достигнув зрелости, стали они истинными служителями человечества и яркими светильниками босияли в собраниях людей. Стих 113. О служанка Господа, знакомь матерей с основами божественного учения и помогаем действенным советом, дабы обрели они стремление и умение наставлять детей своих, ибо мать есть первый учитель ребенка. Именно мать должна с самого начала вскармливать младенца молоком веры и закона Божия, и тогда человек с молоком матери питает эту божественную любовь, и она прибудет с ним до его последнего вздоха. Если мать 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 сумеет воспитать своих детей и наставить их на истинный путь в жизни, то последующее воспитание не даст должных результатов. Долг духовных собраний помогать матерям, обучая их продуманной системе воспитания, которая позволит формировать характер ребенка и обучать его самого младенчества. Эти установки послужат матерям в качестве отправных принципов и руководства, дабы помочь каждой матери воспитывать и наставлять своих детей в духе учения. И тогда сия младая поросль будет взрастать и расцветать в саду любви Божией, согреваемая лучами солнца истины, обиваемая нежными весенними ветерками небесными и направляемая материнской рукой. И в райских садах Абха каждый станет древом плодоносящим, и каждый будет наделен красотой и милостью всю новую и дивную пору, пору щедрот весенних. Стих 114. У матери любящие, знайте, что в глазах Бога, высшее служение Ему, есть воспитание детей и наставление их во всех совершенствах человеческих, и благороднее дело невозможно себе представить. Стих 115. О две возлюбленные служанки Господа. Что изречет человек языком своим, пусть докажет он делами своими. Если нарекается он верующим, то и поступать ему надлежит согласно предначертаниям царствия Абха. Хвала Господу! Вы доказали искренность ваших слов деяниями вашими и снискали благословение Господа Бога. Каждый день с первыми лучами солнца собираете вы детей Бахаи и учите их молитвам, дабы обращались они ко Всевышнему. Деяния сие достойны величайшей похвалы, ибо радуете вы юные сердца, побуждая детей на заре каждого дня устремляться к царствию и опоминать Господа и восславлять имя его в молитвах, что читаются и распеваются нежнейшими голосами. Дети сие подобны молодым растениям, а учить их возносить молитвы, это все равно, что орошать их дождем, дабы взрастали они нежными и свежими, дабы обивали их легкие дуновения ветра божественной любви, вызывая в них трепет радости. Да благословит вас Бог и да пребудет с вами все доброе. Стих 116 О дочерь Царствия Божия, послания твои получены. Из них стало известно, что матушка твоя перенеслась в Царство незримое, и ты осталась в одиночестве. Ты желаешь служить Отцу своему, которого любишь и почитаешь, но также желаешь служить и Царствию Божию, и ты смущена и не знаешь, что тебе делать. Без колебаний посвяти себя служению Отцу своему, но при этом по возможности не оставляй своих трудов на Ниве дело и неси людям божественное благоухание. Стих 117 О дорогой сердцу Абдул-Баха человек, оставайся сыном своего отца, будь плодом древа сего, будь сыном, рожденным от его души и сердца, а не только от плоти и крови. Истинный сын тот, кто и сын по духу. Я молю Бога, дабы во всякое время ты оставался тверд и не колебим. Стих 118 О юные Бахаи, взыскующие истинного понимания и знания. Человек отличен от животного во многих отношениях. Самое главное, он создан по образу Божию, по подобию высшего света, как о том сказано в Торе. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Всей божественный образ заключает в себя все совершенства и достоинства, сияние которых есть отблеск солнца истины. Именно они озаряют сущность человека, и именно они те высоты, что достигаются через мудрость и знания. А потому должно вам приложить все силы и трудиться деньно и ночно, не покладая рук, дабы в полной мере обрести свою долю знания во всех науках и искусствах. Лишь тогда все божественный образ, высиявший от солнца истины, озарит сердцало сердец человеческих. Сокровенное желание Абдул-Баха видеть каждого из вас в числе ученых мужей в академиях и в школах сокровенного знания, дабы каждый из вас стал истинным мудрецом. Стих 119 Дети Бахаи должны превосходить прочих детей в познании наук и овладении искусствами, ибо они воспитаны в колыбели милости Божьей. То, чем прочие дети овладевают за год, дети Бахаи допознают за месяц. Любящее сердце Абдул-Баха жаждет узнать о том, что юные Бахаи все до одного славятся в мире своими успехами и достижениями. Нет ни малейшего сомнения в том, что они приложат все свои силы, сосредоточат всю свою энергию и используют все свое юное честолюбие для владения науками и искусствами. Стих 120 О, возлюбленные чадо мои, письмо ваше получено. Радость мою невозможно описать и выразить словами. Благодарение Богу, милостью Царствия Божия взросли такие дети, которые с юных лет мечтают получить воспитание в духе Бахаи и по мере сил своих служить человечеству. Мое величайшее желание и стремление чада мои, дабы все вы были образованы в духе учения Бахаулы и воспитаны как Бахаи, дабы каждый из вас возгорелся подобно светильнику в мире людей, посвятил себя служение человечеству, отказался от спокойной и удобной жизни, стремился привнести гармонию и согласие всемиротворения. Таковы мои упования в отношении вас, и я надеюсь, что вы будете источником моей радости и ликования в Царстве Божием. Стих 121 О дитя мое, малое годами, но щедро наделенное дарами разума, сколь многие юные души, несмотря на свои молодые лета, проявляют зрелость и мудрость в суждениях, и сколь многие взрослые люди невежественны и пребывают в заблуждении, ибо рост и зрелость человека зависят от силы интеллекта и разума, а не от возраста. Хотя ты еще не вышла из детского возраста, ты узнала Господа своего, тогда как великое множество женщин не помнят о нем. Они отдалились от Царствия Его Небесного и лишились Его даров. Возблагодари же Господа своего за сей дивный дар. Я молю Бога об исцелении твоей матери, которой достойно похвалую в Царстве Небесном. Стих 122 Отвечаю на твой вопрос о воспитании детей. Надлежит тебе растить их в лоне Божественной Любви и развивать в них устремленность к Духовному, дабы обратили они лица свои Господу, дабы естественным стало для них хорошее поведение и не проявлялся бы их норов, дабы развились в них все достоинства и похвальные свойства человеческого характера, дабы обрели они прочные знания в разных науках, и тогда с самых ранних лет будут они жить как существа духовные обитатели царствия, окруженные благоуханным дуновением святости и воспитываться в атмосфере веры и духа, что исходит с небесных чертогов. Воистину я буду молить Господа, дабы благословил Он исход дела сего. Стих 123 О, обративший взор свой к Царствию Божию, письмо твое было получено, и мы узнали, что ты обучаешь детей верующих, что сие нежные крохотные создания разучивали с тобой стихи из сокровенных слов и молитвы и рассуждали о том, что значит быть бахаи. Учительство можно сравнить с трудом садовника, который с любовью ухаживает за молодыми растениями, что взошли на цветущих полях всеславного. Нет сомнения, что этот труд принесет желанные плоды, и сие особенно справедливо, когда речь идет о наставлении детей относительно их обязанностей как бахаи и поведения в духе веры. Ибо непременно нужно сделать так, чтобы малыши душой и сердцем осознавали, что бахаи это не просто название, но истина. Каждого ребенка должно наставлять на путях духа, дабы обрел он всяческие добродетели и стал светочем славы в деле Господнем. В противном случае само слово бахаи, не принося плодов, утратит всякий смысл. Приложи все свое умение и старание, дабы донести до детей мысль о том, что быть бахаи значит воплощать все совершенства и сиять подобно огненному столбу, что нельзя называться бахаи, если несешь в себе мрак тьмы. Назови эту школу воскресной школой бахаи. Стих 124. Детская воскресная школа, где читаются скрижали бахаулы и произносятся слова его учения, где звучит для детей слово Божие воистину благословенное место. Без сомнения, вам следует продолжать начатое дело, понимая всю важность его, дабы силой Духа Святого день от дня оно крепло и наполнялось жизнью. Если дело это будет хорошо поставлено, будьте уверены, оно принесет великие плоды. Нужны, однако, настойчивость и твердость, иначе через какое-то время все может угаснуть. Постоянные усилия вот что самое главное. Бесспорно, в любом начинании твердость и настойчивость это залог успеха, иначе дело не будет доведено до конца. Стих 125 Смена учителей должна происходить не слишком часто, но и не слишком редко. Здесь предпочтительнее всего умеренность. Не советую вам проводить собрание в то время, когда в других церквах идет служба. Это может привести к потерям, ибо дети Бахаи, имеющие свою воскресную школу, не смогут ее посещать, если отправятся в воскресную школу при другой общине. Более того, при желании школу Бахаи могут посещать дети, родители которых не являются Бахаи. А поскольку в этой школе изучаются духовные принципы, общие для всех религий, то это никак не может повредить детям. Если детей немного, не нужно много классов, достаточно будет одного. Что же касается вашего последнего вопроса относительно различий между детьми, поступайте так, как сочтете нужным. Стих 126. Письмо твое получено. Благодарение Богу оно принесло добрые вести о том, что ты в добром здравии и безопасности, и готовишься к поступлению в сельскохозяйственное училище. Сие весьма похвально. Всеми силами старайся преуспеть в сельскохозяйственной науке, ибо сказано в божественном учении, что обладение науками и совершенствованием в искусствах почитаются наравне с молитвой. Когда человек усердно стремится обладеть наукой или достичь высот в искусстве, то сие равноценно молитве, что возносит он Богу в церкви или храме. Вскоре ты поступишь в сельскохозяйственное училище и начнешь трудиться, дабы приобрести познание всей науки. Знай же, что денно и ночно это будет твоим служением, что достойно похвалы у порога всемогущего. Есть ли большая щедрость, чем то, что наука почитается за поклонение, а искусство за служение Царствию Божию? Стих 127 «О слуга единого Бога истинного». В всем всеобъемлющем завете высокое мастерство человека почитается наравне с поклонением блистательной красоте. Пораз мыслите, какая щедрость и милость заключена в том, что мастерство и искусство почитаются наравне с молитвой. Во времена прежние считалось, что мастер это невежда, если не хуже, ибо занятие ремеслом отвлекает человека от мыслей о Боге и не дает приблизиться к Нему. Узрите же, как благодаря Его безмерной щедрости и безграничной милости огонь адский обращен в рай блаженный, а горсть черного праха в сад, наполненный светом. Умельцам и мастерам надлежит во всякое время возносить хвалу и благодарность Богу, склоняясь перед священным порогом и с величайшим усердием и самоотверженностью трудиться на своем поприще, дабы усилиями своими создать то, в чем предстанут пред глазами людей величайшая красота и совершенство. мастерства мастерства Продолжение следует...